МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа Итоги недели. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. И вот сейчас мы расстались только с жителями, которые просили продумать пешеходную коммуникацию вдоль Новорезнанского шоссе. В посёлке Мирный провели встречу с жителями в формате выездной администрации. Участвовать я захотела сама. У меня было такое желание уже много лет. Меня пригласили, предложили, я с удовольствием участвовала. Я знала, что я даю до финала. Победа будет за нами. Подведены итоги ежегодного конкурса «Педагог года». Мы ходим в соляную пещеру. Нам довольно-таки очень нравятся физиопроцедуры. Полезные для лёгких и для всего остального после тяжёлой болезни. В Люберцах появилась соляная пещера. У меня две рыбки. Но для меня это достаточно. Хотелось бы больше, но две. И две сойдёт. В Машковском парке состоялся турнир по ловле форели. А теперь подробнее об этих и других событиях. В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. На прошлой неделе в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило более 2000 обращений. Из 20 уголовных дел, возбуждённых за отчётный период, 15 раскрыто по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 290 ДТП с тремя пострадавшими. Ещё раз хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим соцработникам. Я вам уже в течение третьего года здесь довожу эту информацию, что если вам позвонили с правоохранительных органов, что ваши счета там заблокированы, ещё что-то, вы перезвоните своему менеджеру в банк, позвоните, если у вас нет его счетов в банке. Люди идут, берут большие кредиты, там 2-3 миллиона, 5 миллионов, кому-то отправляют. Домовые чаты через все управляющие компании, в которых они созданы, нужно эту информацию доводить регулярно. Также на информационных досках, в подъездах эта информация должна быть и в транспорте. На прошлой неделе городской округ Люберцы накрыл очередной мощный снегопад. Высота снежного покрова местами достигала 25 сантиметров. На борьбу с обильными осадками вышли около тысячи дворников и около 150 единиц спецтехники. В первые два дня после снегопада, это пятница и суббота прошлой недели, особое внимание уделялось входным группам, пешеходным коммуникациям и подходам к контейнерным площадкам. После того, как была завершена работа по расчистке входных групп и пешеходных коммуникаций, она в первые два дня была завершена у нас на 99%, и уже в воскресенье завершена на 100%, управляющие компании приступили к расчистке проездов и внутридомовых дорог. О ликвидации последствий погодной стихии доложили и представители дорожного хозяйства. На совещании озвучили адреса, где до сих пор требуется очистка снега. Глава городского округа поручил сделать эту работу в кратчайшие сроки. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Подмосковье ожидается очередной снежный коллапс. Луиза и Геозырян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Глава Люберец Владимир Волков и его профильные заместители встретились с жителями городского округа. На этот раз воезная администрация работала в поселке Мирной. Какие вопросы и проблемы волнуют жителей нового микрорайона, расскажет наш корреспондент. Я обратился по вопросу развития, так сказать, автобусного парка, который обслуживает ЖК. Хотелось бы, чтобы здесь было побольше либо низкопольных маршрутов, которые удобны для мобильных пассажиров, жителей с детьми, с колясками детскими, и большой вместимости автобусов. На этой площадке можно получить ответ на вопрос любой направленности. Представители всех сверхжизнедеятельности округа на месте и готовы к диалогу с жителями. Все жалобы и обращения берут в работу моментально. По уборке в подъезда данного микрорайона, где мы находимся, жители обращались, и по качеству водопроводной воды. У жителей есть нарекания, совместно с управляющей компанией наметили план действий. И завтра уже к жителю выйдет сотрудник управляющей компании для проверки и принятия мер. А в разделе благоустройства среди самых часто задаваемых вопросов об устройстве пешеходного перехода к парку «Лесная пушка». Новая зона отдыха пользуется большой популярностью среди жителей Томилино-парк. Прямо рядом с ЖК непосредственно строится Южно-Лоткаринская автодорога. И из-за чего мы, получается, все жители будем отрезаны от единственной зеленой зоны. Это лесопарк, Томилинский лесопарк. И сейчас он парк «Лесная пушка». Нам обещали ее построить, но до сих пор нет. Так как у нас ЖК расширяется, очень много домов, очень много детей, пожилых людей, некуда выйти погулять даже. И вот сейчас мы расстались только с жителями, которые просили продумать пешеходную коммуникацию вдоль Новоризанского шоссе. Открывая лесную опушку и подводя, скажем так, входную группу максимально к новой строящейся дороги, мы, конечно же, продумывали, что жители поселка Мирного должны попадать на красивую зеленую территорию. Ровным счетом, как и обеспечение безопасности, создание пешеходного тротуара вдоль Большого Новоризанского шоссе, конечно, это такой же очень важный вопрос. Наряду с профильными заместителями, а также руководителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний, на вопросы жителей отвечал и Владимир Волков. По итогам встречи глава Люберец дал своим коллегам ряд поручений. В результате большой командной работы ни одно обращение не останется без внимания и ответа. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. 8 сентября 1941 года настал один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны. 872 дня длилось сражение за Ленинград. Людмила Иванова застала войну в детстве. 27 января отмечают День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Людмила Семеновна поделилась воспоминаниями о тех годах с Анастасией Кладиновой. Мы должны были эвакуироваться, но по словам мамы, это мама потом рассказывала, что как бы папа сказал, зачем вы будете уезжать, ведь война будет наподобие финской, оставайтесь. И мы остались. Вот так случилось, что мы попали в блокаду. Людмила Семеновна родилась в 1935 году в Ленинграде. Блокада началась, когда ей было 6 лет. Выживали в те времена вместе с матерью и сестрой. Отца забрали на фронт. Он погиб в феврале 1944-го при снятии блокады. Я была очень таким домашним маминым ребёнком, и очень сложно сказать, что это были какие-то мои, вот такие, что я что-то понимала, понимаете. Осознание пришло, конечно, попозже, вот, когда уже почувствовала все ужасы, бомбёжки. В общем, всё было очень страшно. Однажды в 1944 году и их мама не вернулась с работы. Так остались они вдвоём с младшей сестрой. Потом был детский дом. Позже выяснилось, что мать заболела и попала в больницу, где сообщила о двух маленьких дочках. Это был хороший детский дом, как я сейчас вспоминаю. Он нас, в общем-то, и спас от смерти. И я маме потом спросила, почему она нас сразу не забрала из детского дома. Она говорит, пришла забирать. А директриса говорит, вы с ума сошли. Мы ваших детей три раза в день кормим. У вашей старшей девочки, это у меня, туберкулёз, и мы ей даём рыбий жир. Людмила Иванова с мужем покинула Ленинград в 1959 году. Долгие годы ездили по военным гарнизонам. В 1995-м семья переехала в Люберце. К 80-летию снятия блокады глава городского округа Владимир Волков вручил Людмиле Семёновне почётный знак жителя блокадного Ленинграда. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Незабываемый праздник, яркие выступления и искренние эмоции. В Люберцах состоялся финал ежегодного конкурса профессионального мастерства «Педагог года». В проекте по традиции приняли участие как учителя, так и воспитатели. Кому на этот раз досталось гордое звание и кто будет отстаивать честь городского округа на региональном этапе, расскажет Луиза Егия-Зарян. В инженерно-технологическом лице и сегодня почти вся педагогическая общественность городского округа Люберцы. Участников конкурса и тех, кто выступит с ними на сцене, можно распознать по ярким вечерним нарядам и необычным костюмам. Педагог года уже давно вышел за рамки обычного конкурса. Это по-настоящему яркий и долгожданный праздник. Участвовать я захотела сама, у меня было такое желание уже много лет. Меня пригласили, предложили, я с удовольствием участвовала. Я знала, что я дойду до финала, победа будет за нами. В любом случае настрой делать максимум и делать качественно и, конечно же, хочется побеждать. Такой уже настрой перед последним рубежом именно побеждать. Уверенный настрой финалисты конкурса в полной мере показали в своих выступлениях, но перед этим на сцене чествовали всех участников проекта. В этом году их 35, 14 воспитателей и 21 учитель. Участвовать в конкурсе было очень-очень трудно, потому что жюри, большое жюри, которое сегодня в зале оценивало строго работу на всех этапах конкурса, выставлялись принципиальные, конечно, баллы каждому участнику, но конкурс есть конкурс. Но одно то, что вы сегодня на этой сцене, дорогие мои педагоги, это уже большая победа, вы уже победители. Я с вами действительно хотел бы вам пожелать, кроме хорошего настроения, хороших здесь зрелищ, потому что всегда, я думаю, год – это некое театральное действо. И я думаю, что в этом году это будет нечто лучшее, потому что из года в год мы совершенствуемся. Лауреатами ежегодного конкурса стали пять учителей и пять воспитателей. Финалисты по очереди выходили на сцену и показывали творческие номера со своими коллегами и воспитанниками. Такая же группа поддержки и в зрительном зале. Я понял, что в нашем округе живут очень творческие люди, об этом знал всегда, но настолько творческие педагоги у нас, я никогда и не додумался, и не мог об этом подумать. Я понимаю, какая была подготовка, но нужно всегда подводить итоги. Номинация «Воспитатель года» в этом году лучшим воспитателем стала Шумилова Анна Алексеевна. «Воспитатель года» Анна Шумилова в профессии пять лет, работает в дошкольном отделении 44-й гимназии. А победитель в номинации «Учитель года» Дарья Сомова преподает математику в 27-й школе. Для меня это большая неожиданность, что я стала победителем, потому что я считаю, что другие педагоги тоже достойны, потому что они профессионалы своего дела. Я не говорила никому о своих планах, но мысли в космос были, конечно же. Я хотела, мечтала, но до последнего сомневалась. Ай, наше время пришло... Пуиза и геозырян Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В округе отметили День студента. Главной локацией проведения праздника стал Люберецкий центральный парк. Для ребят подготовили большую спортивную развлекательную программу с викторинами, конкурсами, песнями и танцами. Подробнее расскажем в сюжете. В парке собрались лучшие студенты Люберец. В их лице Владимир Волков поздравил всю молодежь с праздником и вручил заслуженные награды. Хочется в этот праздник пожелать всем позитивного настроения, конечно же, стараться получать хорошее образование. После этого приходите работать на территории нашего городского округа. Это музыкальный подарок от артистов Люберецкого театра-мюзикла «Успех». Алиса Степаненко летом поступила в училище имени Гнесиных. Для нее это первый праздник студенчества. Студенческая жизнь мне нравится много больше, чем в школе, потому что новые люди, люди, с которыми ты на одной волне, которые поддерживают твои идеи, могут создавать с ними новые проекты. В общем, студенческая жизнь – это круто. Я жду сегодня классных эмоций, танцев, песен зажигательных. В общем, море позитивных эмоций. Для ребят подготовили спортивно-интеллектуальный квест. Чтобы добиться хорошего результата, члены команд должны уметь слушать и слышать друг друга. Студентка гуманитарно-социального колледжа Айла Мустафаева с детства на «ты» со спортом. Но во время стрельбы из лука что-то пошло не так. Стреляла в первый раз, но вот так получилось. А так у меня зрение плохое. День студентов вообще проходит отлично. Очень прикольные задания придумали. Очень интересные, очень разнообразные, я бы так сказала. И даёт повод развеяться лишний раз. Студенты проявили творческие и интеллектуальные способности, знания по истории родного края, в экологии и волонтёрстве. Здесь представлены разные виды волонтёров, ну, скажем так, по направленной деятельности. И ребятам нужно угадать слова, которые относятся к данной деятельности волонтёрств. Квест объединил студентов из всех шести высших и средних профессиональных учебных заведений округа. Первое место заняла команда «БГАВК». Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Научно доказано, что микроклимат, который создаётся в соляной пещере, благотворно воздействует на организм ребёнка, его нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Что такое соляная пещера и как проходят процедуры, вы узнаете из сюжета Богдана Колесникова. Маленькие пациенты с удовольствием идут на такую процедуру. Волшебная соляная пещера, как называют дети специально оборудованную комнату, заработала в поликлинике номер два. Её стены покрыты микрочастицами соли. Пребывание детей в соляной пещере создаёт эффект санации дыхательных путей гипотемическим раствором. То есть получается, что мокрота, которая скапливается в верхних дыхательных путях или в путях носовой полости, она разжижается и выводится из организма. Воздух в соляной пещере, насыщенный полезными ионами и минералами, приближён к настоящим соляным пещерам, которые находятся на глубине сотен метров под землёй. Этот вид терапии считается одним из самых доступных способов реабилитации, при хронических бронхолёгочных заболеваниях. Процедура проходит весело, бодро. Детки очень любят ходить к нам, потому что включаются мультики. Они могут передвигаться свободно, либо лежать и дышать воздухом в этой пещерке. Им очень интересно. Включаются аппараты, детки просто лежат, дышат солью. Процедура показана детям после перенесённых бронхитов, пневмонии и различных лорозаболеваниях и кожных патологиях. Помогает укрепить иммунитет часто болеющим вирусными инфекциями. Мы ходим в соляную пещеру. Нам довольно-таки очень нравятся физиопроцедуры. Полезные для лёгких и для всего остального после тяжёлой болезни. Попасть на процедуру в поликлинику номер 2 можно по направлению участкового педиатра или другого лечащего врача. Богдан Колесников, телеканал ЛРТ. Во Дворце спорта «Триумф» для участников активного долголетия прошёл физкультурно-оздоровительный фестиваль. На занятии по дыхательной гимнастике спортсмены поделились с результатами и рассказали о пользе тренировок. Подробнее узнала Анастасия Кладинова. Дыхательная гимнастика улучшает общее состояние организма. При регулярных занятиях она укрепляет иммунитет и снижает вероятность простудных заболеваний. А также вырабатывает определённый ритм дыхания, который облегчает нагрузку на организм при занятиях спортом. Она необходима нам просто для качественной здоровой жизни. В какой-то момент, когда мы стрессуем, происходят ситуации, когда дыхание сбивается, природный естественный ритм. И в нужный момент, как рассказывают наши участники, тело вспоминает, когда нужно выдохнуть, когда надо часто дышать, когда нужно, скажем так, сделать паузу. На занятиях по гимнастике дыхания используют разные практики и медитации. Самый популярный – метод Стрельниковой. Шумные вдох и выдох через рот. Для ритмичности добавляют хлопки и топот. После часового занятия каждый ощущает чувство лёгкости. Очень здорово, очень хорошо. После занятий такая лёгкость. Очень хорошо помогают все занятия. Прям летаем, летаем. Прям выходим, и уже такая лёгкость какая-то приятная. У нас есть такое упражнение, когда мы хохочем. Мы поднимаем руки и хохочем. У меня не получается. Я всегда хочу как-то истеричиться. Истеричиться. У меня как-то такое волнение получается. Присоединиться к занятиям может каждый желающий. Они проходят в спортивной школе Олимпийского резерва по адресу Октябрьский проспект 349А каждую среду в 11.00 и в воскресенье в 13.00. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Рыбакам боевая готовность. В Машковском парке впервые прошёл турнир по ловле форели. С утра участники приехали на озеро, чтобы испытать свою удачу. Как прошли соревнования, расскажет наш корреспондент. С 7 утра рыбаки готовились к турниру. Участники снарядились удочками, крючками, наживкой и сачками. Рыбалка длилась 4 часа. В озеро для соревнований выпустили около 300 килограммов форели. По окончанию турнира рыбакам приятный бонус. Есть определённый регламент. Соответственно, одна активная снасть, одна пассивная снасть. Количество пойманной рыбы у нас полный безлимит. По окончанию турнира все рыбаки забирают рыбу с собой. В турнире участвовали рыбаки из Подмосковья и Москвы. Среди конкурсантов – женщины и дети. У каждого участника свой подход к ловле. Однако форель, по словам рыбаков, хитрая. И поймать её не так-то просто. Это самое интересное, то, что можно испытать под адреналин. С форелью так не пойдёт. Она очень хитрая и очень сложно подобрать. Приманки какие-нибудь, где там супер какая-то хитрость и так далее. У меня две рыбки. Но для меня это достаточно. Хотелось бы больше, но две. И две сойдёт. Такие турниры планируют сделать ежегодными. За лидерство боролись 60 участников. Те, кто вошёл в первую десятку, получили подарочные сертификаты на бесплатную рыбалку и подарки. А участников, вошедших в тройку лидеров, наградили денежными сертификатами. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» на центральном катке Люберец состоялся двухдневный спортивный праздник. Футбольная школа «Спартак» и Федерация самбо городского округа пригласили всех желающих на бесплатные катания на льду, мастер-классы от фигуристов и участие в конкурсах. Наши съёмочные группы работали на празднике. Первый день спортивного праздника собрал на центральном катке воспитанников футбольной школы «Спартак» их родителей, друзей и тренеров. Взрослые дети приняли участие в мастер-классе от фигуристов комплексной спортивной школы Олимпийского резерва. Выполняя различные элементы на коньках, посетители катка заряжались позитивными эмоциями и хорошим настроением. Мы первый раз на таком празднике. Нам на самом деле очень приятно, что наши спортивные секции организуют такие праздники для детей, для всей семьи. Нам очень весело. Я приехала со своей семьёй. У меня тут просто брат футболист. Мне очень нравится этот праздник. Праздник супер! Я ещё хочу таких праздников. Праздник на льду организован, чтобы объединить в дружный коллектив не только юных футболистов, но и их семьи. Помимо показательного выступления для спортсменов подготовили конкурсы и тематические призы. Эта здоровая атмосфера позволяет популяризировать не только футбол, но и популяризировать спорт в целом. Сегодня у нас тематический приз. Это лучший дресс-код сегодняшнего мероприятия. Кто по итогам голосования займёт первое место, тот и получит уникальный спортивный футбольный мяч брендбуки «Зима в Подмосковье». Праздник для своих воспитанников устроили представители федерации самбо городского округа Люберцы. Такие встречи за рамками борцовского ковра ещё больше сплачивает коллектив. А тренировка на льду вполне может пригодиться и в самбо. Я считаю, что это тоже развитие координации – это большой плюс. Помимо этого, общение с детьми в неформальной обстановке. Для нас это важно. Хочется, чтобы дети активно, во-первых, проводили свои выходные. Коммуникация была и с родителями, и с детьми вне тренировочного процесса. Я очень хотел сюда прийти и пришёл. Мне нравится. Катался. Чему-то научился, например, делать фонарик. Я раньше катался, сейчас разучился, но благодаря этому занятию я смог как-то свои навыки обратно приобрести. Тренеры федерации пригласили на лёд и подопечных семейного центра «Люберецкий». Они также занимаются самбо на базе стадиона «Урожай». Мы, конечно, все поехали с большим восторгом сюда. Тем более день такой хороший, и мороз, и солнце, как у Пушкина. Некоторые наши воспитанники впервые встали на коньки, впервые увидели, что такое каток, и делают свои первые шаги. Прежде всего надо держать ровную спину, чтобы не подскользуться, не упасть. И смотреть не вниз, а вперёд. И ноги влево-вправо. Всего в двухдневном спортивном празднике на льду приняли участие более 400 детей и взрослых. Подобные встречи проходят в «Люберцах» каждый год. Уиза и Геозарян, Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и на сайте ЛРТ.ТВ. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин